Всем привет! Сегодня мы будем готовить супчик мятный горошек. Основных у нас будет два ингредиента. Ну, вообще, можно сказать, один такой горошек, замороженный 400 грамм, пучок мяты такой свежий, соль, перец и сметанку. Мы просто будем супчик есть со сметанкой, больше ничего. Для меня самое очень большое удивление, что здесь всего, ну, суп, можно сказать, и просто из ничего, но получается реально очень вкусно, а главное, он еще очень быстро готовится. Ну, а все витамины, которые мы получим с этого супчика, я напишу в описании под видео, какие витамины и как они повлияют на наш организм. Так что, кому интересно будет, почитайте. Итак, давайте, друзья, начнем готовить. Первым делом мы от нашего пучка мяты отделяем листочки от стебелечков. Вот так вот получается. И сейчас в подсоленную кипящую водичку мы их бросим, и пусть она там побулькает минутки две-три. Вот у меня здесь уже, как вы видите, соль. Сюда я налью немножечко такое кипяточка, буквально там на донышке, вот так вот. И сейчас, когда вода закипит, я буду бросать туда листочки. Вот она у меня уже начинает кипеть. И я просто вот так вот бросаю листочки все. И вот пусть она у меня булькает, эта мята, две-три минуточки. И вот моя мята побулькала пять минут. Теперь мы добавляем горошек сюда, наш 400 грамм горошка. И прямо сейчас кипяточком из чайника на 400 грамм гороха, напоминаю, нам нужно будет 300 миллилитров кипяточка. И сейчас я прямо из чайника залью сюда кипяточек. Ровно 300 миллилитров. И варим мы теперь наш такой вот супчик, то есть, так можно сказать, буквально минутки 3-5. Смысл в том, чтобы мы получили все необходимые нам микроэлементы и витаминчики. Для этого нам надо, не проходят наши овощи, такую термическую обработку большую, буквально 3-5 минут. И потом мы будем делать дальше наш супчик. Теперь я наш супчик буду просто пюрировать при помощи блендера. Вот обычной такой насадки. И сейчас прямо в кастрюльке я буду это делать. Поставлю на среднюю скорость. И вот так по пухонечку буду все прямо в кастрюльке делать. Вот такое суп-пюре у нас получился. Теперь мы это все будем солить и перчить. Это уже по вкусу, конечно. Соль, перец. Это по вкусу. И посолим. Так. Мы все это перемешаем. Наш супчик уже готов. Подавать мы его будем со сметанкой, мои дорогие. Вот мы сейчас все это перемешаем. Вот такая у нас консистенция получилась. На вид, может быть, конечно, не очень, но поверьте мне, это очень полезный суп. И если вы не поленитесь, почитайте. В описании под этим видео будет сказано, как что, какую пользу мы получим от этого прекрасного супчика. Сейчас я буду, налью его в тарелочку. Итак, вот такой прекрасный супчик у нас получился. Подавать его нужно со сметанкой, сырной гренки, просто сухарики. Все приветствуется. Ну, а те, кто на диете, сметанку можно заменить просто обезжиренным йогуртом. И еще, если есть оливковое масло, нерафинированное, то сбрызните супчик. Это придаст такую своеобразную изюминку. И вот этот витаминный супчик очень полезный, очень вкусный. Надеюсь, вам понравился наш рецепт. И хочу вам пожелать все-таки придерживаться правильного питания, оставаться бодренькими и здоровенькими. А это был канал Краб-Краб Коробочка. Всем пока! Увидимся на канале!